По указанию министра внутренних дел Вальтера Бутба, МВД Абхазии продолжает усиленные рейды по предупреждению профилактики правонарушений в республике. Ежедневно на рейды выезжают патрульные экипажи с оперативным составом, параллельно укрепляются посты ДПС. Ротация, которую в последнее время активно использует руководство МВД, мера нужная, не раз доказавшая свою эффективность, подчёркивает заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа, под руководством которого проходят масштабные рейдовые мероприятия. При подготовке к рейдовым профилактическим мероприятиям руководство даёт особые установки на выявление водителей в нетрезвом состоянии, нарушителей ПДД, а также на выявление фактов незаконного хранения и ношения оружия. Вместе с тем, личный состав инструктирует о необходимости корректного поведения в отношении водителей и пассажиров, обязательном соблюдении процессуальных норм при проведении проверки документов и составлении протоколов о нарушении правил дорожного движения. Протокол – это процессуальный такой важный документ, в котором очень важно, чтобы были все данные. Время составления, дата составления, место составления, все данные водителя, марка, модель, номер удостоверения водительского. Это очень важно для дальнейшего рассмотрения материала в административной практике. Безусловно, в данный момент в этой процессуальной процедуре обязательно должен присутствовать водитель, в отношении которого возбуждается административная производство. В этот раз контроль проводимых профмероприятий начинают со столицы. Город схематически делят на участки. За каждым закрепляют группу сотрудников, которую далее будут перемещать согласно распоряжению руководства. За два с половиной часа работы в Сухоми составлены десятки протоколов. Несколько машин отправлены на штрафстоянку. Ряд лиц задержаны для установления личности. В западных районах в этот раз работали сотрудники милиции Ткуарчалского, Гуларепшского, Галского и Чемчирского районов. В результате мероприятий выявлены факты грубых нарушений правил дорожного движения, наличие подложенных государственных регистрационных номерных знаков, нормы тонирования стекол автомобилей, о которых было доложено руководству. Следующий пункт – дислокация КПМ в Мюссери. В 20 часов вечера уже формируется общая картина, позволяющая подвести промежуточные итоги. На данный момент основными видами выявленных правонарушений являются управление водителем транспорта в состоянии алкогольного и наркотического обвинения. Порядка 15 человек доставлено в дежурные части районных подразделений для установления личности. Порядка 25 машин доставлено в районное Белый внутренний отдел. Сотрудники оперативных подразделений инспекторы ГАИ тщательно осматривают автотранспортные средства на предмет незаконной перевозки запрещенных веществ и предметов, наркотических средств, огнестрельного оружия, боеприпасов. Отрабатываются ориентировки на лиц, которые состоят в розыске. Вместе с тем, одним из самых частых является нарушение норм тонирования автостекол. Пренебрегая безопасностью движения, особенно в ночное время, граждане продолжают тонировать лобовые стекла. Сотрудники, в свою очередь, реагируют на данные правонарушения. Собранные в ходе мероприятия данные о правонарушениях систематизируют и формируют в единый отчет. В этот раз цифры неутешительные. Проведение профилактических мероприятий выделено 477 административных правонарушений. Из них 58 за нарушение правил тонирования и 60 за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. 15 человек доставлены дежурной части территориальных подразделений для установления личностей и более 20 автомобилей поставлены на штрафстоянку. 60 водителей, выявленных в нетрезвом состоянии, являются беспрецедентной цифрой. В то же время более 70 водителей были лишены водительских удостоверений за езду в нетрезвом состоянии за последние два месяца. Всех жителей нашей страны беспокоит ситуация на дорогах. Необходимо отметить, что только силами госавтоинспекции данную ситуацию не изменит. Необходимо самосознание граждан, уважение на дорогах и соблюдение правил дорожного движения. Данные профилактические мероприятия будут проводиться регулярно до тех пор, пока ситуация на дорогах не изменится в лучшую сторону. Помимо стационарных постов ГАИ, данные профилактические мероприятия параллельно проводятся методом патрулирования. МВД напоминает, что основная цель профилактических мероприятий – не лишить как можно больше водителей права управления автомобилем, а привлечь участников дорожного движения к правопорядку и снизить количество дорожно-транспортных происшествий.